ребят всем привет тут для вас постарались сделать красивое видео специально нашел дрона чтобы вот так вот с высоты птичьего полета вам показать как работает со свышки и вот здесь вот на примере этого объекта здесь на территории гаражного кооператива нужно удалить там какое-то уж не помню точно какое количество осин и свои комментарии хотел бы добавить потому что на видео все это есть но не все на это обращают внимание что очень важно в этой работе да когда с вышкой так ребят давайте начнем с самого главного техника безопасности обязательно все кто находится в люльке должны быть пристегнуты к люльке там но вы понятно в привязи там даже не обязательно какая-то хитрая привязь можно обычным монтажный пояс главное чтобы вы были пристегнута потому что всякое бывает теряют ребята ориентацию там из-за того то что там солнце может так нагреть голову да и блин ну люлька качается ты можешь как-то вылететь выскочить даже перед перепрыгнуть через этот парапет непонятно зачем но блин такие истории в мире уже бывали что люди падали из люльки поэтому обязательно пристегиваемся сами а тем более следим за вашими сотрудниками за вашими подчиненными кто там работает обязательно это надо вот на люльке ребята опытные вот сейчас на видео как вы видите это одна из топовых команд питера они делают работу все очень быстро все все круто вот но все же я с ними поругался немножко но это их уже выбор видите они не пристегнута это неправильно но это оставим им то ребята кстати я у них много чему учусь ребята намного профессиональней умнее многих многих и особенно меня да я блин по сравнению с ними такой дилетант что просто ужас вот но почему то они не пристегнуты я как бы не буду это комментировать просто вам на видео про говорю что вы давайте будем вы будете по-другому поступать вот потом следующий нюанс по поводу безопасности каски каска обязательно так как во время работы с вышкой обычно пилятся более крупные части веток и данные ветки да естественно имеют свойство падать а бывает такое что она еще и может развернуться куда она развернется в какую сторону конечно можно предугадать но когда большой объем работы бывает зазеваешься бывает не обратишь внимание и куда-то она полетит не в ту сторону может вам вас прилететь и если этот удар придет по голове один ребята это будет очень больно это будет очень травмоопасно одеваем каски в любом случае они вам пригодятся потом по поводу вышки как вы видите вот внизу сидит водитель у него выносной пульт и вот он так вот удобно сидит на своем кресле и следит за тем что происходит наверху и старайтесь работать так чтобы вот реально внизу был кто-то кто вот управляет вами бывают вышки новые такие крутые у которых управление в самой люльки но как-то я пробовал так знаете работать много времени тратится потому что ну ты с пилой или напарник с пилой и тебе нужно постоянно подправлять направление куда тебе двигаться вверх вниз право влево на ну как-то поиграться то прикольно но времени тратится на это много поэтому подумайте вот в сторону вот такого вот формата когда управляет снизу водитель и при том когда есть какой-то человек еще внизу ребята это намного намного безопаснее если вдруг что он сразу вас опускает и вы уже там оказались уже на земле да там уже делаем какие-то уже манипуляции безопасности вот ну а так чего еще проговорить ребят вот как вы видите маски да у ребят маски дело тоже тоже очень полезно потому что следующему ли через видео сделаю уже сборку фотографий которые мне за этот год уже прислали где у ребят порезы жесткие царапины на лице и даже там кто-то себя и пилой умудрился зацепить но ребята это не знаете это не то то что человек там накосячил это может случиться с каждым у меня тоже много раз бывало такое что отскакивала шина пилы от ствола и пролетал перед лицом поэтому защита нужно всего тела ну а тем более лицо это там у нас куча нервных окончаний глаза блин не дай бог никому чтобы где-то кто-то поранился вот и наверное последний из этого видео вот кстати вот куда он прет вот этот вот он видит что пилит и прет вот такому хочется подойти леща дать такого на этих хорошенького чтобы понимал он фигню творит и вот он прет ему по башке упадет а виноват это мы будем ну ладно это его дело да как бы всех не научишь если нету головы то где-нибудь в другом месте ему прилетит надеюсь это будет ему уроком да но не смертельным вот и также ребята обращайте внимание вот на вот таких прохожих как прошел здесь дядька на здесь как бы дядька то хрен с ним бывают мамаши с колясками даже дети вот их они более аккуратны потому что ребенок идет он смотрит на тебя он зазевался да он останавливается а мамаша с коляской вот я не знаю что у них в голове вот я реально как-то ну я не то то что как-то предсудительно вот этим к этим людям отношусь но ты блин идешь вот к тому что почему-то ребенок смотрит наверх и более аккуратно реально из моей практики а блин человек который отвечает не только за свою жизнь а еще и за чужую такого маленького существа ведет себя очень халатно ну ладно оставим это уже позади да как бы вы имейте ввиду и будьте аккуратны ребят ни в коем случае не с кем в полемику не вступайте ваша задача заранее просто оградить место лентой а еще сделать так чтобы тупо физически было не пройти то есть веток накидайте и пусть человек спотыкается чтобы ему было легче вас обойти вот вот это я так пришел к такому выводу потому что никого не научишь ни с кем спорить не надо да и время только свое тратишь вот ладно ребят всем удачи всем успехов если вопросы будут пишите в комментариях все что знаю вам расскажу а чего не знаю найдем вместе с вами ответ